Волейбол достается сетка, также за волейбольным и футбольным мячом могут в любой момент у нас площадка, которая перед культурным центром, ребята прийти, попросить эту сетку и мяч, и в принципе сами тоже играют. Также в прошлом году у нас был такой опыт, что на территории Украины в предкультурном центре у нас есть молодежный совет. И вот в том году был полностью реализован такой проект, Ширик Руз назывался, то есть чисто силами молодежного света мы ездили по поселкам, по поселкам, по остальным территориям, мы там делали такие праздники небольшие, то есть кто-то там пел, кто-то там вел, допустим, из творческих ребят, кто-то организовал как-то эти игровые площадки, то есть в принципе силами молодежи округа активной. Также у нас есть в летний период такой проект, как Олимпийские игры, то есть мы уже рассылаем положение и ищем дворовые команды на игры по волейболу и футболу. То есть вот такой вот есть. Это тоже олимпационный проект? Ну, я не знаю, сколько он олимпационный, в принципе спортивный, наверное, поскольку они же не профессиональные спортсмены, а любители. Мы, конечно, привлекаем, допустим, из школ, чтобы судью, чтобы он как бы в теме, по крайней мере, был, да, там, медиком, но в принципе ребята-то сами организуются. Вот, и раз организаторы культурный центра, то я не могу сказать, что это какой-то прям спортивный проект, ну, сильно там, не профессиональный спорт. Ну, и также вот у нас на гуляниях, допустим, площадки организуются, и еще мы работаем с летними площадками в школах. То есть, ну, специально пишем для них игровые программы, их компли-воз, и мы с ними отработаем. Ну, вот получается, что занимаются много кто, много чем, и это такие немножко разрозненные по содержанию и способам осуществления деятельности, да, и... Ну, у нас вообще, в практике, практически по любому вопросу, у нас много чего делается, но делается это немножко сумбурно и спонтанно, а не целенаправленно и осознанно. Вот, и, ну, насколько кто созрел это осознавать и так далее, ну, вот здесь очень нравится ситуация из Свердлеска, когда действительно параллельно и учатся люди, и специально это делают. Вот, наверное, это такой более осознанный, осмысленный вариант, чем, эй, что у нас там еще, и потом мы эти мероприятия отчитываемся вообще везде, всюду, и за спорт, и за анимацию, и за проект, и еще и да. Вот как у нас как-то драм-кружок, кружок, фото у меня еще и перехода, ну и так далее. Давайте все-таки посмотрим, чего у нас про это говорят. На сегодняшний день научное понятие субкультурной анимации у нас складывается из нескольких составных частей. Давайте мы на это посмотрим и подумаем, что мы про это раньше думали. Во-первых, слово анимация изначальное отодушевление, оживление чего-либо. Но с точки зрения оживления чего? Во-первых, субкультурная анимация понимается как особый вид культурно-досуговой деятельности общественных групп и отдельных индивидов. Это у нас с вами сейчас даже уже было активно видно, что где-то это группа активной молодежи, где-то это группа активных старшеклассников, где-то это отдельные люди, которые считают своим долгом приносить пользу и заниматься с детьми в свободное время от всего. Но обратите внимание, эта деятельность специально организованная, она основана на современных педагогических и психологических технологиях. Поэтому те, кто этим занимаются, безусловно, должны быть готовы к тому, чтобы работать именно применяя эти технологии. Пока вот из того, что было услышано, не особенно много народу понимает, какие технологии они применяют. А скорее это такие, а что я умею и что мне самому интересно, а ну-ка дай попробую. Вот эта часть у нас пока немножечко западает, да, с точки зрения подготовки тех людей, которые этим занимаются. И обратите внимание еще на третью часть этого определения, на что направлена вся эта деятельность. На активацию, то есть оживление окружающей социальной среды и включенных в нее субъектов. То есть то, что и где мы с вами делаем, оно должно начать жить особой жизнью. Вот то, что вот сейчас, например, было рассказано, такой пример очень хороший. Ребята сами могут прийти, попросить сетку мячи и тут же продолжить играть. Или, например, мы вчера с ними играли, а сегодня они сами собрались и играют в те же самые игры, и они общаются. И среда, в которой это происходит, она оживает. Вот для того, чтобы поглубже понять то, что здесь написано в определении, что значит оживление среды, и зачем ее оживлять, и что значит оживлять. Давайте мы посмотрим немножко на истоки того, как это все зародилось. Вообще социокультурная анимация — это не придумка 21 века. Социокультурная анимация — это то, что появилось в 20 веке. Ну, 20 век у нас вообще очень бурно с точки зрения развития, особенно первая половина 20 века. Мы с вами понимаем, что переход от жизни в основном в деревне к жизни в основном в городах, оно привело к огромному количеству изменений, в том числе и в семье, и в воспитании, и в становлении людей. Когда люди переехали из деревни в город, то их совместная жизнь стала совсем другой. Если раньше в деревне семья была место выживания, мы все трудились для того, чтобы нам было комфортно жить, и чем лучше мы потрудимся, тем лучше мы поживем, то в течение времени переходом семьи в городские условия проживания семья стала местом отдыха. Родители с утра ушли на работу, дети — на свою работу, а после непонятно чего. Особенно у детей появилось большое количество свободного времени, и родители все меньше и меньше стали задумываться над тем, как это время у детей занять. Потому что они-то ведь заняты, они-то ведь должны отдохнуть вечером перед следующим трудовым днем. Я тебя кормлю, льву, пою, обуваю, одеваю, ты давай вот хорошо учись, а этого достаточно. Поэтому вот начало XX века привело к тому, что у людей появилось большое количество свободного времени. Но мы с вами не должны забывать, что в это же время активный, бурный вообще расцвет происходит в области педагогики и психологии. Такие слова, как личность, свобода, они стали не только такими предметом философских размышлений, они стали предметом жизни людей, научных исследований, и действительно в первой половине XX века огромное количество таких гуманистических теорий, психологических, педагогических, ну или места с точки зрения развития. К чему все это привело? Все это бурное развитие привело к тому, что в той половине XX века очень во многих странах, ну, за исключением России, возникла проблема со свободным временем у людей. Мы должны с вами понимать, что после войны еще что произошло? Огромное количество иммигрантов в странах Европы, например. И появилось не только в странах Европы. И считается, что социокультурная анимация, вообще как вид такой специальной деятельности, появилась во Франции, связывают ее с именем Жанра Фридмана, который, ну, считается, что он впервые, на самом деле не он впервые, это немножко раньше было высказано и другими педагогами. Ну, видимо, в этой сфере, вот как социокультурную анимацию, как вид специальной деятельности и исследований, он застолбил, ну и молодец. Вот Жан Фридман, который высказал идею единства ребенка и среды, у нас это существует в старой пословице «Отосинки не родятся апельсинки», да, в какой среде ты взращиваешься, в такой ты и становишься. Ну, или яблоко от явлений, да, и так далее. То есть в какой среде тебя взращивают, в какой среде ты и таким ты и становишься. Ну, вот единство ребенка и среды. И именно во Франции впервые поддержали эту идею Жанны Фридмана. И во Франции в 70-е годы возникла идея создания вообще страны как воспитательной нации. Потому что впервые была осознана проблема, что дети не знают ни истории строя страны, не знают, куда себя приложить, не имеют никаких возможностей и специальных каких-то порывов для развития себя каким бы то ни было человеком. Ну, вспомните, это действительно огромное количество иммигрантов с разными культурами, с разными ценностями, которые вдруг в одном месте оказываются, и их свободное время ничем не занято. И именно во Франции были потрачены огромные средства на то, чтобы во дворах, чтобы в специальных каких-то таких организационных программах дети получали вот это знание истории и активного досуга, и чтобы эта среда, в которой они взрослые, обращаются, она бы их воспитывала как гражданами конкретной страны. Ну, если говорить об отечественном опыте, то у нас, конечно, все, как всегда, лучше всего, чем у всех. Но мы потом смотрим на Запад и говорим, ну вот какие они молодцы, а у нас-то... У нас ребенка сразу сказали, ну, что же ты будешь просто так-то ходить? Ты давай будь, ты началась, как октябренком, приноси пользу, люби родину, потом ты будешь пионером, продолжаем приносить пользу, любить родину и так далее. То есть у нас вот этот вот средовый подход к воспитанию, он стал вообще основой педагогики в 20-е и 30-е годы, потому что по-другому никак вообще нельзя было детей воспитать, потому что учителя, они особенно были привлечены и хотели быть привлечены к воспитанию детей, потому что это закалка прошлая, дореволюционная, они потихонечку от воспитательной функции отошли. Ну вот как? Через специально организованные организации, которые направляют детей на принесение пользы. В этом отношении зарубежные психологи-педагоги приезжали к нам в страну, восхищались опытом Макаренко и Шацкого, Шацкий Станислав Теофилович и его первая опытная станция в 20-е и 30-е годы существовавшие, все, что вокруг какой идеи существовало и строилось этим замечательным педагогом, все, что мы узнаем с детьми, оно все должно быть направлено на принесение пользы. Узнал, как посадить там, не знаю, картошку по-другому, обо-но, сходи крестьянам расскажи, пусть они больше урожай получают. Узнал, что колхозы это хорошо, сходи, вовлеки крестьян. За что, конечно, они и мой дом сожгли, и большинство его рукописей тоже в этом доме сгорело благополучно. Но, тем не менее, вот идея социальной пользы, идея воспитания через специально созданную среду, она никогда не уходила из отечественных практик и теорий. И сегодня среда — это очень изучаемая тема, воспитание в частности. И социокультурно-эмоционные программы, они, безусловно, сегодня направлены на создание специальных сред, локальных, глобальных, для того, чтобы заниматься становлением и развитием личности ребенка, для того, чтобы дети у нас и воспитывались в наших интересах, и становились полноценными гражданами своей страны. Мы, конечно, можем много рассуждать о зарубежном опыте, и, мне кажется, мы не очень заслуженно забываем свой опыт и свои какие-то технологии и практики. Несколько лет назад, и вот, Лена всегда рассказывает, что я, значит, иду по улице, там приглашаем детей, значит, приходите, спектакль, как человек-паук Карабаса-Барабаса победил. Здорово, замечательно. То есть мы будем показывать, как американская кожа монстра победила итальянскую мафию, и мы, русские дети, давайте этим все рукоплещем и будем все с вами, либо черными пауками, и все будем бороться с Карабасами-Барабасами. Отечественные ценности, отечественные истории, вообще за пределы жизни детей выдвинутая, телевидение, мультфильмами и так далее. Ну, все понимают, вот здесь библиотек, наверное, меня особенно придержит в этом вопросе, потому что знание русской истории, знание героев отечественных и сказок, и рассказов, это то, что мы в том числе могли бы привнести в социокультурные вот эти программы. Давайте подведем небольшой итог этого предварительного разговора. Первое, о чем мы с вами должны понимать, когда строим программу и когда мы строим свои проекты, мы должны понимать, что это не просто развлечение, которое мы предлагаем детям в свободное время, мы должны с вами понимать, что социокультурная анимация – это часть нашей воспитательной и культурной системы общества. И в данном случае на вас, как на авторах проектов и тех, кто реализует эти проекты, возлагается определенная серьезная миссия. Вы несете культуру этим детям и несете определенное воспитание, потому что, общаясь с вами, они познают общество, ориентируясь на вас, они становятся частью этого общества, и вы передаете детям и ценности, и культуру, и определенные воспитательные идеалы. И без этого понимания приступать к таким программам, наверное, это не совсем правильно. Кроме того, вы должны понимать, что социокультурная анимация – это своеобразная социально-педагогическая система. И я не призываю вас быстро всех пойти и получить какое-то психолого-педагогическое образование, но, по крайней мере, может быть, вовлечь людей, которые в этом понимают, привлечь тех специалистов, которые знают, что такое определенный возраст, что значит развитие ребенка в определенном возрасте, чтобы не навредить, чтобы делать это более эффективно. Поэтому привлечь хотя бы в качестве консультации специалистов в этой сфере – это, конечно, обязательная вещь, но я надеюсь, что такие люди у вас, конечно же, есть. Но мы еще не должны забывать, что ведущая роль в этой системе, она принадлежит аниматору, то есть непосредственно тому человеку, кто взаимодействует с детьми. Они могут быть профессиональными, они могут быть добровольными, но они, тем не менее, должны владеть хотя бы некоторыми методиками профессиональными работы с детьми. Это отразится, наверное, и на содержании вашего проекта, и на определенных этапах вашего проекта. Мы об этом поговорим чуть-чуть позднее. А сейчас давайте… Может быть, есть по этой части вопросы? Такая общая, вводная, для понимания того, что вы входите в очень серьезное и важное дело для наших детей, для нашего общества. Тогда поехать дальше. Ну, какими видами деятельности должен овладеть аниматор? Давайте мы это рассмотрим, и дальше будет понятно, что если этими видами деятельности он должен овладеть, то каким образом дальше строить проект, чтобы все эти виды деятельности были полноценно осуществлены в ходе вашего проекта. Виды деятельности не принципиально какие-то новые. Это виды деятельности психолого-педагогические, общечеловеческие. Они просто логичны. Вот прежде чем приступать к чему-либо, к работе с детьми, тем более, нам необходимо с вами понимать, с кем и где мы с вами работаем. Диагностика в обязательном порядке. Конечно же, вы, может быть, когда вы пишете свой проект, вы конкретные, какие-то реальные условия представляете. Но, тем не менее, они все равно должны быть определенным образом изучены и проанализированы. Что мы с вами должны диагностировать? Во-первых, условия осуществления деятельности. Вот если это зимний анимационный проект, то в каких условиях вам нужно это делать? У вас оборудованная площадка, не оборудованная площадка. У вас много будет детей или мало будет детей? У вас специально обученные люди? Или вы параллельно сейчас их учите, и они делают? Поэтому, если это не оборудованная площадка, то что может вам потребоваться? Если это летняя площадка, то в каких условиях она будет? В каком-то конкретном дворе. Там есть конкретные определенные приспособления для того, чтобы детям играть. Поэтому первое, что мы с вами делаем, это изучаем условия осуществления вашей деятельности. Каким образом это можно делать? Ну, безусловно, это анкеты. Очень простые анкеты, которые бы вы задали мамам гуляющим с детьми, детям гуляющим во дворе, в том месте, на той площадке, где вы собираетесь работать. Анкеты должны быть простыми. Анкеты не должны содержать большого количества вопросов. Анкеты должны вначале обязательно содержать пояснение, зачем вы это делаете. То есть, традиционное анкетирование. Здравствуйте, дорогой друг, не могли бы вы ответить нам на вопрос для того, чтобы. И дальше задаются вопросы. Вопросы могут быть открытые, то есть вы предлагаете самостоятельно людям придумать ответ и вписать. могут быть закрытые. То есть вы предлагаете некоторые варианты ответов, и это, безусловно, более простой вариант для тех, кому вы это предлагаете, где люди просто выбирают вариант ответов. Это, что касается изучения условий. Если мы с вами работаем с детьми в проекте, то, безусловно, мы должны с вами отражать удовлетворенность того, кто там участвует, в том, что происходит. Поэтому мы с вами имеем разные возможности получить обратную связь от детей для того, чтобы узнать, каково настроение, что понравилось, что не понравилось. И здесь самым простым способом являются различные цветовые диагностики. Самые распространенные из них – мишень. Мишень используется в самых разных интерпретациях. Она может отражать, например, цвета. Несколько цветов вы в мишени делаете, и вы предлагаете ребенку поставить свое имя или приклеить свой цветочек именно в то место, какое настроение у него после работы с вами вдруг образовалось. Может быть, по-другому. Может быть, мишень не содержать цветов. Может просто быть раз, два, три, четыре, пять, шесть, десять. И ребенок в зависимости от настроения, от нуля до десяти, он вам показывает, какой уровень его настроения. Например, если десятка, то самый высокий балл, если ноль, то очень плохое настроение. Поэтому, варьируясь, можно не десять, можно пять. Это только упростит вашу ситуацию. То есть мишень используется очень по-разному. Ну и третий вариант использования мишеней, когда вы предлагаете мишень без цветов, и предлагаете детям различные цветовые бумажки, и они выбирают тот цвет и приклеивают в мишень свое настроение по цвету. Ну, известная сороконожка, тоже детям очень интересно, особенно маленьким. И таких, наверное, в летний период достаточно.